Больше 100 тысяч солдат, офицеров и гражданских работников украинской армии участвовало в боевых действиях за два года войны в Донбассе. 9232 из них отмечены государственными наградами. В очередной указ президента о награждении включены и одесситы. Государственные награды одесским бойцам вручали в областном военкомате. Старший солдат, разведчик Николай Полторак, награжден орденом за мужество третьей степени. Несмотря на серьезное ранение, после выписки из госпиталя он намерен добиваться укомандования возвращения в строй. Старший солдат 28-й одесской механизированной бригады Юрий Осипенко награжден медалью защитнику отчизны. Хотел бы воспользоваться этим моментом, что здесь есть журналисты, обратиться к мужчинам. Обратиться к мужчинам с тем, чтобы они понимали, что кроме них, никто наших женщин и детей не сможет защитить. То, что они думают, что кто-то это сделает вместо них, они глубоко ошибаются. Война в Донбассе продолжается. Чисто формальное перемирие не позволяет украинским солдатам и офицерам расслабляться. Приходится держать фронт. Министерство обороны продолжает кампанию по формированию армии на контрактной основе. Базовая зарплата военнослужащих повышена в два с половиной раза. Рядовой первого кода службы получает как минимум 7 тысяч гривен. Есть доплата за участие в боевых действиях и социальный пакет. Первый – это короткостроковый контракт на 6 месяцев. Второй – на термин действия особенного периода. Третий – на три года для солдат и матросов. И четвертый – на три-пять года, по возможности, для сержантов и старшин. Для граждан Украины, которые впервые приняты на военнослужу за контрактом, поэтому установлены такие сроки военнослужбы в календарном обтислены. С военнослужбом приятные на посаду руководства по-третьимpur utilizом на три года. Это впервые принятые, которые не служили за контрактом. С первыми – на три года. С военнослужбовцами, которые приняты на посаду стержантского и старшинского склада, тоже впервые. Значит, строки от трех до пяти года. Есть и другие виды контрактов в зависимости от желания гражданина и военной политической обстановки. Однако, нужно помнить, повышение зарплаты не сделало военную службу легче и безопаснее, особенно в боевых условиях. Да и снабжение армии еще далеко от европейского. Это должен понимать каждый, кто решится заключить контракт, чтобы потом, когда наденешь погоны, не жалеть о сделанном выборе. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания КРУ.